Неиспользуемых земель на территории Прикамья пока еще много, но в ближайшие годы пермские аграрии ситуацию планируют изменить. Благодаря запуску госпрограммы по эффективному вовлечению в оборот земель сельхозназначения и активной поддержке краевых властей. Это позволит значительно увеличить пассивную площадь, обеспечив еще больше предприятий запасом кормов. Начали с Пермского района. Мы размещаем здесь озимые, неровые культуры и вот на этом поле в следующем году уже будут расти озимые культуры. Ежегодно у нас план по вводу в оборот неиспользуемых земель от 300 до 500 гектаров. Пример успешного бизнеса в этой отрасли – Розари в Осинском районе. Цветы местных теплиц известны далеко за пределами региона. На базе вот этого хорошего опыта, который получился, мы, конечно, хотим предложить реализовать здесь, на нашей территории, такой агротехнопарк. Мне кажется, это очень классная идея, когда любой желающий попробовать себя в защищенном грунте может приходить, инвестировать совсем небольшие деньги, получать штат, логистику. Поддержка сельхозтоваропроизводителей – один из приоритетов работы краевых властей. Перспективы развития отрасли обсудили на выездном заседании краевого правительства. Привлечение в отрасли активных инвестиций должно стать еще одним механизмом внутреннего развития всего сельского хозяйства при Камье. Считаю, что у нас потенциал роста еще большой, и на правительстве в рамках доклада нового министра поставлена задача, чтобы сельскохозяйственная отрасль, она расценивалась как отрасль инвестиционная. Дальше надо нагнать темпы ввода новых ферм и увеличение поголовья крупного рогатого скота. И это еще один шаг к развитию территорий края, а значит комфортному проживанию жителей здесь и сейчас. Улица Якутская – одна из важнейших транспортных артерий Перми. Эта дорога соединяет два района – Кировский и Дзержинский. Нареканий по качеству дорожного полотна среди автомобилистов масса. Оно и понятно – проезжая часть не ремонтировалась много лет. Я проживаю в непосредственной близости, то есть наш микрорайон находится, так скажем, чуть ниже улицы Якутская, и напрямую от состояния улицы Якутская зависит загруженности наших улиц. И особенно в последнее время наблюдалась сильная колейность, особенно в зимнее время движение было небезопасным. Ремонт улицы Якутская входит в перечень объектов по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», инициированным президентом Владимиром Путиным. Работы начались в апреле этого года. Здесь обновят проезжую часть и тротуары, установят ограждения, знаки нанесут разметку. Главы районов по поручению мэра Перми Алексея Демкина лично контролируют ход ремонта по нацпроекту. С инспекции на объект приехал глава администрации Зержинского района Александр Стяжкин и депутат Гордумы Наталья Рослякова. Народ обращался по ремонту этой дороги неоднократно. Очень рада я, что все-таки мы нашли возможности, в бюджет завели ремонт этой большой улицы Якутской. Здесь мы понимаем, что сегодня есть некие неудобства, и очень возмущаются водители, что здесь ограничили очень серьезно скорость. Но сейчас ведут большие работы, и я думаю, что прямо обращаясь ко всем водителям, надо потерпеть. Подрядчик уже провел фрезерование проезжей части. На участке от улицы Красноборской до границы с Кировским районом установлен бортовой камень, уложен выравнивающий слой, подготовлен тротуар к укладке асфальтобетона. Что касается ограничения скорости на этом участке 60 км в час, то, по словам главы района, вопрос этот будет решаться в ближайшее время. Всего этот объект, на этот объект у нас запланировано порядка 140 миллионов рублей. Подрядчик, как видите, уже вышел, приступил к работе. Я думаю, что где-то в середине лета этот объект будет готов, и после этого мы вернемся к вопросу восстановления скоростного режима на этом объекте. В текущем году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Перми ведется ремонт 18 объектов общей площадью более 250 тысяч квадратных метров. Цель на сезон – как минимум повторить результат прошлого года. А это ремонт одного миллиона квадратных метров покрытия. Команда Пермского края стала победителем юбилейных 20-х молодежных дельфийских игр. Представители нашего региона завоевали 71 награду, включая 40 медалей разного достоинства и 31 диплом лауреатов. Гала концерта и торжественная церемония награждения победителей и призеров состоялась во дворце спорта «Молот». Стоит отметить, что юбилейные игры впервые проходили в Пермском крае, где приняли участие 1947 человек из 65 субъектов Российской Федерации. Дельфийские игры – это в первую очередь эмоции, вдохновение и праздник, опыт. Это невероятное шоу. Дельфийские игры – это как олимпийские игры, только в сфере искусства. Каждый раз состязания проходят в одном из городов нашей страны. В прошлом году игры должны были состояться в Омске, но из-за пандемии пришлось провести их в онлайн-формате. Зато в этом году все получилось. Проведение конкурсных программ, репетиции и гала-концерты исключало нахождение зрителей на площадках. Для обеспечения безопасности участников были приняты беспрецедентные меры. Обязательно ПЦР-тестирование всех участников и членов штаба, масочный режим, температурный контроль. Помимо Пермского края в тройку лидеров вошли Новосибирская и Московская области.